Здорово, ребятки! Как насчёт того, чтобы посмотреть немного Норсгарда? Он у меня есть. Вы видите и слышите Алексея Халецкого и знаете, что вы на канале Лёша играет. Так, я немножко помылся с легким паром меня, и, собственно, поэтому пора в Норсгард поиграть. Да, я знаю, что недавно появился новый клан Белки. Ну что, я Белковым, что ли? Понимаешь, тут за Белочку играть. Я бык, я бычара, я быкун, поэтому за быка, а не за Белку. Ну, клан интересный, ничего не скажу. Там до начального развития. Но, кстати, по-моему, в этой партии никто Белку не дал. Но я не помню, честно говоря. Случайное лобби, опять же, 8 человек. Рагнарёк. Смертельная сложность. Всё, как я люблю. Вот почему игра вот этого чувака отправила в лагерь. Всё, как я люблю. Посложнее, побольше народу. Несколько вепрей. Я помню, по-моему, два вепря точно есть. То есть народ будет идти на научную победу. Стопудово. А в игре на восьмерых. То есть, да, конечно, Бык серьёзный клан. Но если кто-то на противоположном конце карты идёт в научную победу. И никто ему не мешает. То Бык просто не может добежать успеть туда. Так, вот тут хорошие есть у нас руинки, как минимум. Ещё бы хотелось уже, чтобы здесь были... Может быть, будут эти... Господи, как его... Ну, корабли, корабли, кораблекрушения. Кораблекрушения будет вообще зашибись. Так. Не очень мне нравится, когда разная еда на Рагнарёке. То есть тут у нас оленина, а тут рыбные палочки. То есть невозможно будет, например, одного кого-нибудь апнуть. О, слушайте. Слушай, ну, старт, короче, у меня офигительный. Я вам хочу сказать. Две... Вот две оленины всё-таки есть. Единственный минус, нету клетки с лесом. Но мы это... Неприятность эту мы переживём. Так. Давайте, наверное... Тут в итоге всё равно будет четыре, правильно? Поэтому давайте здесь всё-таки добычу леса поставим. Вторую. Именно здесь. Вообще я могу сразу... Нет, давайте я вот эту заберу, получается, здесь поставлю военный лагерь. Но сначала лагерь охотников. И мы зачистим просто. Тут два волка, это один волк. И дальше я не буду пока забирать области. Мы можем просто спокойно дальше развиваться. Я даже, наверное, воина обратно верну. В поселянина. Как только зачищу эти области. И плюс у меня куча денег, дерево и... И даже наука будет. А, ну ещё вот, к сожалению, нету науки здесь. Так, минус один по идее. Но это не страшно. Сейчас мы вот так... Так, этого парня сразу сюда добывать. Тут сразу ставим военный лагерь. Так, наверное... А, ну пока не... Я хотел, может, уже пристань поставить, но пока нет. Давайте мы здесь лучше сразу лекарей. Потому что нам надо вылечить. Ну, уже кто-то центр... Ну, далековато от меня был центр. Жёлтый нашёл. Вон он уходит. Кстати, ещё классно после какого-то из патчей, что не видно, за какие кланы играешь. То есть я специально не выбирал себе цвет сейчас в начале. И люди, например, не знают. Пока ты не откроешь клан, ты просто не знаешь, кто он. Так, давайте сначала этого одинокого волка зачистим. Так, тут лекаря. Так, стоим, полечимся. Хотя волки, в принципе, далековато. Ладно, наверное, давайте... Тут просто стоим. Я не смогу сразу двоих убить. Но я вернусь полечиться. Фуф. Так, отлично. Тут буквально половину можно вылечить. И мы этого волка добьём. И можно сразу возвращать. Так. Очень-очень хороший быстрый старт. Есть ещё и овечки есть. А тут в случае, если реально с едой будет проблема. То есть я могу сейчас особо на еду не... По поводу еды не волноваться. Но нам надо всё равно вот эту область забрать. Я вот сейчас понял. Потому что у нас тут железо. Так что надо вот тут ещё открыть. Вполне возможно. Давайте мы всё-таки сбегаем. Я открою. Вполне возможно, что там... Волки тоже будут. Просто хотелось бы зачистить уже от волков. Так, чтобы не беспокоиться, что кто-то нападать будет. Драугры нападают только после второй зимы. Ну или во время второй зимы. У меня к этому моменту уже, по идее, должен быть... Это твоего, да? Торфин. Основной. Конечно, парень для быка. Немножко медленно наука будет идти. Но я это, считайте, компенсировал вот этой руинкой. Медленно, потому что пока нету камня. Видите? То есть мне надо эту область в первую очередь брать, а не эту. Если просто сейчас откроешь, кто здесь. Да, четыре. Ну, это плохо. Теперь мне, видимо, нельзя всё-таки убирать воина, к сожалению. Я не могу пока четырёх этих зачистить. Мне надо собирать вот этот. И мне надо пока ждать, пока накопится до колонизации, прежде чем я эту область возьму. Потому что слишком дорого для меня, 80 еды. Поэтому, видимо, мы лесоруба вернём, потому что у меня дерева сейчас достаточно вообще. Я думаю, что пора ещё одну пристань дракаров делать, чтобы быстрее наука шла. Всё. Потому что колонизация снизит. То есть мне вот это не за 80, а за 50 можно будет забрать. А так как у меня есть овечки, то есть даже если будет видать в минус, то я просто овечку использую. Для забора. Ну, и мне почему именно эта область нужна и надо брать, а не ждать. Потому что мне надо 15 железа для того, чтобы торфен появился. Видите, 15 железа. Это самый дорогой воевода из всех. У всех остальных он стоит либо 150 денег и 5 железа, либо вообще там ещё дёшево. Ещё дешевле. Я не помню, каких планов дешевле. Так, у меня в соседях жёлтый и красный. Причём красный, по-моему, я помню, что это вепрь. Вот жёлтый, наверное, случайно, а вот красный, по-моему, выбирал все цветы. Это был вепрь, и то есть я бы на красном сосредоточился. Я понимаю, что я уже сейчас смогу 80, но лучше всё-таки дождаться колонизации и не тратить так еду. Мне не так прям срочно торфен нужен. И одним воином с лекарем я вполне смогу вот эти все атаки отбивать. Ну и плюс тут ещё будет этот шахтёр. С воин, с шахтёром нормально. Ну, даже плюс один еда пошла пока. Ну, это из-за лекаря. На самом деле лекарь будет меньше давать, чем не будет давать, когда будет лечить войну, например. Сейчас мы колонизацию примем и забираем область. Вообще, можно сейчас зимой одного парня и на скаутинг отправить. Хотя у меня сейчас будет серьёзный минус по еде, но... Почему скаутить зимой? Потому что у вас... Ваши поселяния, которые вот без профессии, а просто собирают еду зимой, хуже всего работают. Это очень, ну, довольно невыгодная штука. Лучше их отправлять на какие-нибудь профессии. Ну, и тем более, повторюсь, у меня есть овечка одна. Ещё две овечки, но я одну использую. Одну побережём, например, на какую-нибудь холодную зиму. И пока зимой вот исследуем оставшиеся места. Видите, вот мой второй камень здесь в любом случае. То есть мне эту область надо будет когда-нибудь забирать. И мне надо ещё второе железо найти где. Почему ещё стоит в науку быстрее, чтобы открыть градостроители? У меня много денег, и я могу реально улучшить все свои области, чтобы они давали больше. Чтобы они давали больше. Вот, градостроение, улучшение зоны дешевле на 50%, и в улучшенных зонах бойцы получают плюс 10 к производству процентов. Ну, бойцы имеется в виду, вот, типа, обученные. И содержание зданий меньше. То есть, например, там в той же пристани дракаров на 10% быстрее золота будет добываться. Так, ну, наверное... Блин, хотя, минус 6 всего, может, мне... Жалко пока овечек, тут всего месяц остался. Минус 3. То есть мы, по идее, должны выйти. Тут не заболеют люди. Я бы поберёг ещё овечек на будущее. Минус 3. Выдержим, я думаю. Я бы ещё вот эту область открыл, и опять вернул бы скаута. Не должны заболеть мои ребята. Так, тут очищение. Ну, так, источник курт такое. Хотя, бонус к лечению на 30%. В принципе, приятный. Так, плюс 4. Можно... Лесорубу вернуть. Чё-то зимой никто отсюда не нападал на меня. Я даже... Вот когда у меня торфин появится, я даже не уверен, что я буду прям забирать эту область. То есть это вполне можно просто прокачиваться, убивая периодически появляющихся здесь волков. Ну, вот эту область, скорее всего, жёлтый заберёт. То есть я открываю только для того, чтобы видеть, какие там противники. Да и... А, там... А, слушайте, медведи. Почему тут нету прохода? И это, кстати, интересно. То есть мне надо всё-таки эту область открыть. Это, скорее всего, тоже моя. Ну, в принципе, мне старт нравится. Это вполне очень хорошее... Начало. Я думаю, даже можно дом построить. Чтобы появлялись уже быстрее. Новые жители. Ну, вот, как видите, спокойно... Отбиваемся. Лекари быстро это лечат и... Сейчас градостроитель возьмём сразу вот эту область улучшу, эту область улучшу. Даже, наверное, эту стоит. У меня хватает денег на все. Я, наверное, даже поставлю тут вот так. Ну, чтобы можно... Просто она не улучшается, если тут не стоит максимум строения. Её даже можно не достраивать. Ладно, что она уже стоит, поэтому... Вот вы сейчас увидите, например, что плюс 5 у меня сейчас идёт, а оно станет выше, потому что содержание здания уменьшивается. И уже плюс 6 стало. Ну, не только уменьшилось содержание здания, но и мореходы стали больше добывать. Поэтому плюс 6. Конечно, лучше, чтобы лекари быстрее лечили. Так, наверное, можно опять лесорубов отправить. Так, как раз 81 овечка. В принципе, я думаю, что можно зарезать овечку, как только торфен появится, я зачищу эту территорию с волками, и я эту заберу, чтобы, во-первых, еду получать. Так я сразу и жену охотников поставлю, склад поставлю. Хотя вот тут склад. А, нет, блин. Плохо, плохо, плохо. Тут, наверное, придётся убрать дом лесорубов. Потому что мне тут нужен и склад, и... в будущем, и учебный лагерь. Ну, не сейчас, не сейчас. Я бы здесь склад поставил, но в будущем тут военный лагерь ещё нужен. Жду, когда 15 железа насобирается. Интересно, есть ли у нас ворон в игре. По-моему, был. По-моему, там кто-то выбирал ворона. То есть, всегда надо держать в уме, что он может нагльфар быстро построить, и прислать ко мне йоту. Ну, честно говоря, при наличии торфина... Угу, кто-то маяк построил. Ну вот, может быть, это ворон, который пытается в торговую победу сходить. Тоже не очень приятно, если там не будет у него соседа. Наверное, всё-таки зарежу овцу, чтобы быстрее присоединить. И зачищаем волчат. Так, и сразу, наверное, отправлю сюда науку делать. Так, у меня где-то появились раскопки. Убираем отсюда войны, пускай тут появляются волки, я их буду просто периодически забегать и уничтожать. Так, и сразу улучшаем эту область. Так, тёмные эльфы, блин. О-о-о! А чё, это жёлтый решил эту область зачистить так раненько? Так, вопрос, где у меня... Ну, прокачивается, конечно, он получает. Так, значит, жёлтый это рысь. Мы только что видели, что это рысь. А вот и холодная зима. Вот для кого мы оставили, в общем-то... Так, мы тут пока не будем доделывать военный лагерь. Вот для чего мы оставили одну овечку. Так, тут можно... Я просто думаю, что, может, мне не стоит лечиться. Я бы тут постоял, чтобы меня не лечили пока. Ещё один маяк. Что-то много маяков. Подозрительно. Подозрительно много маяков. Добывать камень и лечиться я буду зимой, когда у меня будет мини. То есть мне сейчас надо всех оставить, чтобы они по максимуму ресурсов добыли. Особенно еды. По поводу... По поводу дерева я не беспокоюсь. Ну и как раз, когда знахарь не лечит, он еду добывает. Ну, я думаю, что у нас штук 200 еды, даже больше, чем 200, будет. Это точно. И плюс ещё овца. То есть мы холодную зиму переживем. Кстати, очень хорошо, что она сейчас уже произошла на вторую зиму. Номинает, что там рыцарь... Эээ, рыцарь... Рысь прокачивается, честно говоря. Ну, в любом случае, он эту территорию пока не может забрать, потому что он даже эту не забрал. У него взято только вот это. Но он прокачался за счёт убийства. Ну, то есть он получает военный, боевой опыт. Ну, для быка не особенно тут стремится к Тану. Тут получает бонус к производству в зависимости от размера армии под вашим контролем. А у меня только один воин. И в ближайшее время не планируется больше. К этому нету смысла спешить. Так, ну, дерево у нас уже дофига будет. Здесь всё-таки, наверное, соточка еды... Ой, 200 еды не получится. Ну, сейчас посмотрю, какой минус будет изначальный. Не, будет 200. Больше 200 будет. Даже, даже, возможно, не придётся овцу нашу. А, блин, а чё я стою-то? А, я стою, чтобы меня не лечили. То есть я поэтому не копаю тут пока. Мы дождёмся зимы. И тогда я уже пойду выкапываюсь. Всё, понеслась метель. Минус 17. И минус... Ну, дерево точно хватит. Минус 5. Минус 17 всё-таки придётся использовать овцу. Так, давайте тут строить и добывать. Надо уже апгрейдиться. Надо ставить военные лагеря. Я, наверное, добычу дерева отсюда-сюда перенесу. Мне надо в каждой зоне по лагерю поставить. Что-то волки вообще не появляются новые. Ну, я там долго стоял, конечно, но всё равно хотелось бы уже на ком-то прокачаться. Да, овечку придётся использовать. Чувак спрашивает, все выживают? С трудом, отвечает. Так тяжело. Пишет оранжевый. Ну, это как бы на последнем уровне сложности, в общем-то. Всё это происходит. Волк появился, но до лета я нападать не буду. Нападу на волка, полечусь, потом пойду этих... Драугров бить. О, коричневый... Коричневый вепрь, между прочим. Так, ну, пора... Резать. Мы... Не знаю, что это всего лишь минус три, но мы бы этот месяц не прожили. Появились бы... Больные. Не стоит. Ну, давайте, наверное... Уже пора. Сами волки напали. Пора уже убирать тут. И ставить везде военные лагеря, на всякий случай. Потому что фиг знает, что там у жёлтого на уме. Он выглядит агрессивно. В любом случае. Ну, ратуша уже хочет. Ну, мы скоро соберём десять камней, улучшим ратушу. Блин, и тут уже жёлтый зачистил волков. Ну, охренеть. Какой-то напряжный, реально. Ну, наверное, надо... Хотя, чё надо? Мне кажется, и не надо пока. Не, ну, тут вообще этот камень... Да ладно, давайте заберём мы эту область сейчас. 110. Потому что тут и камень есть. Вот это нам даст пять камня. Ну, и вообще, мы выйдем, кстати... Да, это будет плюс 50 к славе. Мы получим тана. Плюс счастье появится, между прочим. Так что надо эту область забирать уже. Хотя, у нас счастье... Мы раньше... Хотя... Вообще, непонятно, что раньше будет. Апнем ратушу или эту область заберём? Вот такая область. Так. Теперь мы апнем еду. Потом... Я бы даже, наверное, тут уже сразу отправил добывать камень. Чтоб побыстрее это всё было. Нам... Я, конечно, понимаю, что он скоро у нас будет за счёт... Когда мы яростный натиск откроем. То есть вот за счёт шестого знания. Но камня нам надо тут много. Так. Ну и сразу ещё и на дерево. Пока у нас плюс пять, по идее, это нормально. Тем более, я сейчас в следующем я апну здание на еду как раз. Тут сколько камня? Осталось 17. Возможно, даже имеет смысл провести фестик. Чтоб побыстрее предания открылись. И я, наверное, всё-таки хочу... Жёлтого сначала. Ну, игра за БК подразумевает, что вы должны нападать. Тут не про развитие, а про то, чтобы как можно быстрее апнуть все ваши учебные лагеря. И идти нападать. Опять эльфы. Так. Давайте здесь, наверное. Ну, они и на эту территорию, и на эту нападут. Ну, кстати, эльфы хорошо. Они нам дают боевой опыт. 45, по-моему, да, за убийство эльфов? Не, 40. С маловатыми надо сотку ещё где-то найти. Остану тут, чтобы меня Жёлтый внезапно не атаковал. Так, ну мне надо ещё эту территорию забирать, чтобы счастье появилось. И надо ставить кузницу и унижать воинов. Так что пока повременим с пристанью Дракара, чтобы некого отправлять. Блин. Ну, вообще, по идее... Давайте я, наверное, одного лесоруба отправлю вот эту территорию открыть. Мне надо побыстрее. Ну, мне надо где-то боевой опыт получать. Мне надо кого-то убивать. Очевидно, там вот Красный играет очень сейф... Ну, пассивно. В отличие от Жёлтого, например. То есть, Жёлтого я, конечно, больше боюсь, чем Красного. Мне кажется, Красный — это Вепрь. А он вообще везде на последнем месте. Ну, можно его убить, кстати, чисто ради славы. Или просто, чтобы успокоиться, что у тебя нету соседа. Видите, там Волки. Просто Волками займёмся. Тут надо как можно быстрее дружину улучшать. Вареходы, в принципе, тоже. Знаете что? Давайте я сейчас лагерь разведчиков улучшу. Мне просто некого пок... Или всё-таки дракаров. 54. Ладно. Тут драугры. Мне надо ещё 30 славы, чтобы взять не славы, а боевого опыта. Ну, тут 4 Волка. И тут... Ну, собственно, мне вот это надо зачищать, чтобы порыться в моих... В древнем поле сражения, чтобы получить для моего парня... Конечно, красный может решить мне мешать, но судя по тому, что он эту территорию ещё не зачистил, то он, конечно, пассивно играет. Это надо было давно забирать. Это явно его второй камень. А если он мне сейчас будет мешать, то я думаю, я ему испорчу настроение. Ну, Торфена очень сложно убить в начале, когда у тебя мало вообще армии. И они не прокачаны. Я очень сомневаюсь, что красный уже прокачал воинов. В принципе. И зелёный у нас Вепрь. То есть коричневый... Вот эта маска Гулинбурсти... Гулинбурсти... Это... Это реликт клана Вепря. Зелёный и коричневый их выковали. Значит, они Вепри. То есть это только клан Вепря может выковать. Отлично. Что у нас вообще тут уже? Атаку на 10 и скорость атаки. А тут топот открывается. Ну, сейчас зачистим. Даже уже, наверное... Нет, давайте полечимся. Оружие войны улучшено. Хочу зачистить до прихода павших мореходов. Да, ёо. Ну, ладно. Я всё равно сейчас получу боевой опыт за счёт эльфов. Прощаемся. А, стоп. Я ещё вот эту не открыл. Кстати, забрал в область. Тут же ещё у нас наука. И неудержимый сберём. А с науки сейчас возьмём... Плен потерял воина. Вот это я зря. Ну, как бы, минус 30 золота, считайте, да? И защищённость. Теперь можно построить побольше домов. Так, добываем. Вообще, надо бы апнуть, пожалуй, скаутов сначала. Я сейчас добуду, пойду красного исследую. И, наверное, следующим ходом просто... Следующий... Летом просто снесу его. Ну, а чё он там страдает? Так, скаут бежит сюда. И я ещё взял сейчас защищённость. Это даёт плюс одно счастье за каждый улучшенный военный лагерь. То есть я буду сейчас улучшать... Улучшать военные лагеря, буду получать счастье. Ой, блин. Совсем забыл. Так, на куда они нападают? Сюда. Тут у нас... Блин, вот, кстати, эти ребята серьёзные. Их, по-моему, вот одним торфеном очень долго будет бить. Мне бы, наверное, всё-таки воина сделать. Они ещё минус 10, к счастью, дают, понимаете, да? То есть тяжело. Они... Очень большой минус ко всему, получается, добавляют. Так. А это всё-таки коза. Понял. Слушайте, а там, по-моему... Ну, кстати, по-моему, железо по рейтингу. Это я, короче, зря на... Серьёзно? Ну, жёлтый... Ну, короче, жёлтого надо скорее, а не красного. Возвращаемся. Жёлтый метод жизни не даст, похоже. Так. Где мне еду взять? Ещё долго, на начало лета, у меня минус по еде. А, блин. У меня аж этих не было. Так, ну, мне нужно теперь дерево и чисто апать военные лагеря. Так, и давайте тут дособираем камень. 14. Так, сначала... О, красный там с драуграми сам разбирается. Отлично, я тогда с волками разберусь. Так, где у нас ещё могут быть... Вроде нигде. Так. Пошли жёлтого исследовать и апгрейдить военные лагеря. Апгрейд военного лагеря ещё и добавляет плюс 5% к атаке воинам. Ну и мне ещё надо апгрейдить, потому что у меня каждый лагерь всего один воин, одного воина позволяет нанять, когда у других... У других этих кланов два. Надо, наверное, всё-таки... Или сначала камень дособирать. Хочу тут сначала поставить, чтобы развить область. Чё, может, мне на него напасть пока? Еды маловато, правда. Ух ты, там фи... Вот о чём я и говорил. Видите, там фиолетовый и оранжевый идут в торговую победу. А я не могу с этим ничего сделать. Может, двоих скаутов. Я надеюсь, что у них какие-то свои соседи будут. Я, наверное, я какую-то эту армию могу убить красному, но... У меня, очевидно, здесь больше соперник жёлтый на данный момент. Эти вот уже центр. Блин, мне кажется, до зимы надо жёлтого вынести всё-таки. Восемь. Наверное, хотя бы десять сделать. То есть, вот эти два ещё улучшить. Ну, ещё один дом нужен. Кстати. А вот и оранжевый, кстати, за жёлтым. И вот теперь спрашивается. У тебя в соседях один чувак идёт в торговую победу, да? Ну, очевидно, что у него... Мало денег, например. То есть, он тратит деньги, торговый при этом тратит деньги вот на это торговое влияние. Какого хрена ты нападаешь на быка? То есть, вот серьёзно, он решил, что напасть на меня... Хорошая идея в таком случае, да? А, мне, наверное, те территории нету смысла открывать. На самом деле. В общем, ещё... Ещё одну улучшаю. Делаю десять воинов. И... Пойду жёлтого сносить. Денег у меня дофига, если он меня убьёт. Ну, мне главное, чтобы торфена не убивали. Ну, всё, пошли. Что за звуки? Ну, я думаю, он уже увидел мою армию, это понятно. У него даже... У него даже здесь башни нету. Я могу только показать, что у него может быть тут ловушка стоять, но, судя по всему, нет. Ай, Катя, это жёлтый писал, что у него его... Ну, я не знаю, зачем вот... Вы можете объяснить, зачем он на меня нападал? До сих пор, пока он двумя своими юнитами не пытался две мои области забрать зачем-то, Я думал о том, чтобы на красного нападать. То есть, как бы человек просто говорит, смотрите, я тут неадекват. Меня сложно... Меня нельзя оставлять позади, потому что я тебе... Всё буду гадить. Ух ты, блин, извержение вулкана ещё. Я слежу за красным, видите, у него армия там стоит. Я надеюсь, что... Ну, это проиграя. Не знаю, зачем он там башню устроит. Сволочь, не дал... Не дал ни боевого опыта, ни... Ну, я хотя за эту... За эту территорию я славу получил. Ну, вообще так нехорошо. Делать так. Давайте-ка мы пойдём оранжевого откроем. Я думаю, оранжевый тоже будет изи... Ну, легко вынести, потому что он тратил деньги на... На то, чтобы победить в торговой победе. Так. К сожалению, наверное, штучки две мне надо убрать. Потому что мне сейчас надо будет строить... Давайте не раненых. Вот этого. Мне нужны сейчас селяне, чтобы строить добычу... Как их, блин? Рудники, чтобы строить. Сейчас камни упадут. Ну, давай, где? Так, эти постоянно... А, вон они бегут. Постоянно не понимаю, откуда бегут эльфы. Ну, ещё брака. Способность ещё быка в том, что воины сами боевой опыт просто автоматом дают, когда ты находишься у тебя на территории. И, в принципе, я сейчас до 1500 добью и так зимой. Ресурсов мне хватает. Бык обычно не успевает собрать весь камень, который выпадает вот из-за извержения вулкана. Но это и в плюс. Я просто убью этих... Големов, которые появятся. Не стоит писать. Сделайте что-нибудь с фиолетовым. Я сделаю с оранжевым. Потому что оранжевый твое подготовится. Так, давайте, где выпало. О, отлично. Вот здесь это очень прям хорошо. Так, где ещё? Вот здесь. О, и тут хорошо. Кайф. Вот даже, видите... Территория улучшенная. Так, всё. Сейчас ещё проверю, что... Да. В двух местах выпало. Я это добываю. Зашибись. И летом идём сносить оранжевый. Опять надо будет максимум набрать, конечно. Даже, наверное, стоит ещё военных лагерей построить. Даже разобью область. Для этого. Ну, просто это содержание меньше. Так, оранжевый. А, вот оранжевый ворон. Блин. Ну, это неприятно. Неприятно по той простой причине, что я буду на него нападать. Он будет ко мне посылать... А я так не хочу ставить эти башни. Ну, мне придётся, видимо, в центре... Ну, вот тут поставить башню. Хотя бы на центре. Он, конечно, и сюда будет посылать, и сюда. Но мне главное не потерять... Не потерять мейн, так сказать. Те области я смогу обратно хотя бы присоединить. Ой, блин, а чё я... Вот это я тупанул. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмой, да? Блин, вот там я тупанул, что не... Нет, мало... Ну, то есть камень всегда хорошая штука. У меня семя областей. То есть, в принципе, везде военные лагеря сейчас у меня стоят. Ну, понятно, что центр оранжевого там. Да, у него тоже хороший старт. Видите, у него счастье тут есть. Эта вот область даёт плюс два счастья и минус потребление дерева. Мне ещё придётся пробиваться... Ну, правда, только через одну область с этим... Через одну область с... Големом. Причём этот мы сейчас соберём. Вот тут придётся убивать голема. У меня войны 19. Самые сильные войны именно у быка. Когда он улучшит всё. Смотрите, собрали. Ну, тут я не успею. Ну, и ладно. В принципе. Не очень-то и хотелось. Немножко качнём. Знаете, что я возьму... Нет, надо всё-таки идти в кораблестроение, военное ремесло, к сожалению. Хотел защиту взять. Так, я всё открыл. Так, ну что, надо... Значит, домик надо ещё построить. Шесть, четырнадцать, как раз восемь этих. Я только дом дострою, это я не буду сейчас строить. Так, три еды. Тридцать один камень. Хочу двенадцать. А, денег не хватает, да? Ну, ещё одного можно сделать. Ну, вот, есть проблема в том, что я сейчас снесу оранжевого. Но если я очень сильно вложусь, то на меня нападёт красный и ГГ, так сказать. Это было быстро. Так, я сейчас просто тараном снесу эту башню. Поставлю на единичку. Всё, теперь ждём прибытия ко мне посланцев с горячим приветом. Не, ну он уже практически побеждает, понимаете? Тут как бы откладывать... Бессмысленно. И мне кажется, что кроме меня этого никто... Ну, с фиолетовым я ничего не могу сделать. То есть я двоих убил. Только ещё не факт, что я оранжевого убил, конечно, но... Надо убрать, чтобы тут не убивались мы эти... Если он ко мне отправит этого даже, потому что нам столько дерева уже не надо. Не успеет башню сделать. Вы успеваете башню сделать только если на предыдущей области вы... Он сейчас будет атаковать Торфен скорее... Ну, я зря, конечно, атаковал Берсерка. Ну всё, я потерял Торфена. Я не знаю, что другой сосед оранжевого делает, конечно. Видите, прибежали. Ну, это я отобьюсь. Да, давайте вот это где один. Ахой. Ахой. плохой микроконтроль с моей стороны ничего не скажу ну надо идти добивать оранжевого у него армия слабее как вы понимаете и он ведь он даже не тратил деньги на посылание ко мне он он надеется победить торговлю 1500 кстати это еще долго то есть мне надо добить его но 5 маловато ну и надо начать уже тут все-таки железо для торфина собирать опять надо 15 железа понимаете красный вроде зеленым занимается я надеюсь он по моему как раз тут самый сильный игрок и мне кажется он понимает что я как раз оранжевым занимаюсь и мне лучше не мешать ну давайте шестью пойду хотя бы не знаю что реально оранжевого никого нету с той стороны или что что за бред хоть эльфы помогают а тут коричево видимо его до расследовал а он кстати послал один рейд сюда к себе на территорию как защиту тоже интересно кстати ну жалко что зимой несомненно то есть я минус получаю сейчас уйдет у нее тут опнуто леян еще этот прибежал ну я ухожу потому что я сейчас не захвачу мне надо ждать торфина вот оранжевый почему ну потому что я фиолетового не вижу почему он спрашивает почему я по качану фиолетового фиолетового два соседа есть до сих пор и никто ему ничего не делает я смотрю так а где у нас вообще будет сейчас появляться драугры сначала вот здесь надо будет отбиться знаете что поставлю тут рынок чтобы накапливалось железо еще на всякий случай если меня торфина убьют ну а он говорит войми наверно там еще и коричневый на него напал с другой стороны все таки наконец-то раньше говорит войми у меня ну а а ну а ну а Я, 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 я. Так, время Торфена. Блин, долго вот это. Жаль. Ну, тем не менее, надо атаковать. Я не думаю, что сможет отбиться. Даже шестью войнами будет достаточно. Ну, конечно, это отдаем победу фиолетовому, потому что... Посмотрим, конечно. А, тут еще коричневый пришел. Ну, я надеюсь, что этот телохранитель, этот зеленый, нападает на фиолетового. Ну, походу, мы поздно. Ну, то есть коричневый поздно, я считаю. Я-то как раз не поздно, я, извините, через соседа шел. Ну... Нет слов, как говорится. Ну, тут зеленый и черный ни хрена не делали. Ну, и, короче, получилась игра. Все посидели домики, построили, кроме меня. Ну, проблема ФФА такая, да, далеко. Сидят двое, ну, тут двое. Двое в торговую победу. Ну, это же очевидно, что иди нападай. Иди нападай. Мне не хватило микроконтроля, конечно, с моим торфеном. Но это вообще не как коричневого, например, не оправдать. А, он на черного, что ли, нападал? Почему там черного нету? Кто, кто вот, кто на черного? Теряет дом, подвергается в атаки. Походу, там какие-то эти на черного нейтралы нападали. Ну, тем не менее, плюс 8 к рейтингу. Тоже неплохо. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.